я думаю что можно просто графику сделать и панул шукуров там понял то есть мы говорим это слишком как бы я конечно рад бы таком событий что меня все знают вы ведущий свадеб при одну свадьбу провел сюда уже 500 человек где-то вас видел не нами лети работать вот так знает уже все ко мне вчера подходит парень парень лет шестьдесят пять да я даю фатимин берабер чхас с савалара я рядом стоит компания друзьям и понимаешь что мужик не туда ушел и беда штургантерс до 4 когда дать камус я делит телефон не подходит сфотографируется ты на берите за работу и питания нет ни на милете не работает пока еще нет кстати ну я как бы уже не планирую говорить про милет естественно и не планирую как это крымские катары собрались интересного милет тема наша до тем она лет как вообще переводит милет да не знаю сейчас подождем народный лет народ лохал а милет это нация поэтому милет это нация 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 маршала 2 до народ что второе значение народная до 3 племя как тебе такой вариант а премия не племя это жили сюля ле сюля ле племя зачем ты мне его покажем не кстати насчет языка хотел спросить ты же хорошо будешь поражать кусь не уже говорит учитель мой директор школы я кстати благодаря не получил серебряную медали вот расскажи вот на физкультуре покололся с чего ну серебряными до 4 4 4 я не помню как ты не помнишь 5 лет назад откинулся но я не помню по каким нет там все были десятки у нас была 12-балльная система большинство я тоже застал тоже застал я не застал я честно говоря радуюсь и молчу пока я тоже не так давно давайте оставим эту тему да и я переключил и поэтому ты знаешь хорошо язык тогда у меня не было директором и я не знаю язык хочу делать таким как я учить мне тоже мама не директор дуя не заводчик мне просто везло ну и что ты свадьбе смотри если я иду снимать свадьбу но ходил снимать свадьбу да и мне нужно диафрагму оправдание да но я же еще будем понимающие ну подожди ты это твой хлеб понимаешь ты они хлеб у меня другая работа не веду свадьбе сейчас я веду но очень редко что не зовут что зовут но очень редко значит плохо зовут наверное вы спросили что вы должны делать да я я не знаю я я я знаете за какой вариант вообще чтобы сохранить как хотя бы как в какой-то форме за пускай говорит какой-то маленький процент народа для того чтобы до лучших времен отложить пока язык я понимаю что невозможно сейчас фантазировать и говорить на каждый кул на кирин и должен делать дома хотя бы понимать хотя бы понимать носителей знающих язык этого я думаю на данном этапе достаточно и стараться как ты может быть поддерживать по крайней мере не смеяться ну да я вот сейчас вангую как человек пишет я даже фамилию знаю этого человека смотри я сам напишу насчет языка да был такой момент когда я серьезно задумывался о том что надо не то чтобы задумался начал делать шаги к тому чтобы учить ну язык до язык учи так чтобы ты мог на нем спокойно разговаривать все моменты и мне значит одна женщина которая преподает язык она сказала что у многих крымских татар но практически у всех он находится в спящем режиме язык то есть если ты начнешь его практиковать ежедневно он буквально в течение там двух-трех недель он включается ты просто свободно на нем говоришь потому что но мы же ну я ты это понятно я язык понимаю как собака да то есть понимаешь и говорит но не говорю а не говорю почему потому что нет повестки то есть нету в этом жесткой необходимости или модой вот у нас был канал до раньше да и да и он он как бы как мне казалось он такой поднял моду на крымск-катарский язык они доказал люди уже поняли для чего нужно учить это разгранка торги чтобы потом пойти работать на телевидении это как минимум а вообще просто создавались такие как бы движухи молодежные да вот движухи то есть вот ребята джима собирается по-таски говорят красивые девушки красивые парни говорят по конца тарски и все это классно красиво выглядит то есть получается что нужно к этому мода да тут на язык вообще потребность я вот как-то но если других путей нет только-только да ты знаешь и вот касаемо языка на самом деле это большая проблема да и когда я учился школе такой интересный факт был про украинский язык он одно время считался мужицким языком и элита говорила на французском итальянском языках да где в украине было это в украине было во всей примере и у них язык это часто мужицкий то есть деревенский то есть вот самый-самый фухареллер даже как и в россии война мира ну условно говоря да и значит что они сделали они просто начали как бы делать его популярным языком просто популярным да когда он модный он актуальный и он то есть люди пытаются ним говорить вот тимур говорит да что все должны язык знать все кто кестка я так сказал подожди так бы нормально смотри вот что сделать язык нормально смотри что делать учить язык я застал советскую школу да я застал я учился ну нормальной школе потом доучился и и у нас мне кажется есть такой феномен вообще вот у нас как у таких чуть-чуть советских людей и уже постсоветских что мы можем 10 лет учить язык и так его не выучить только с английским языком понимаешь ну его так преподавали чтобы не выучить что я раньше но не выучили ну это же как-то остается в голове вот можно татарский язык учить но не выучить же можно такое нет или вот сразу раз и выучить смотря как ты его собираешься учить как язык например как к любой другой язык либо как свой родной язык на котором ты должен разговаривать а как вот у нас есть такие курсы когда вот где учат языки где вот там приходят люди они разговаривают периодически появляются такие курсы значит ты справка два-три раза в неделю можно ходить не я там не был кстати зря вообще учить язык такое понятие мне кажется надо учиться в общем нашему народу для того чтобы когда-то в будущем была возможность выделить средства накопленные обществом крымско-татарским на возрождение языка ты путем образования придешь кто-то в бизнес кто-то аллах смерти в науку вот я вот как по модели и израиля они живут тоже были разбросаны по всему миру как-то сохраняли свой язык не забыли создав государства проблем как-то не совместили детские дома с дома престарелыми и старелых ну там путей наверно много ну это был эксперимент был просто она не возродили свой вообще если я ничего не путаю я вообще последнее время заметил такую штуку что данные которые ты когда-то запомнил они могут в голове деформироваться и в итоге ты обладаешь неправильными данными я себя сам себя ловил на ноги нет это вообще другое то есть допустим условия ты что-то вот из детства вытащил какую-то информацию и ты в течение жизни и несешь как старую сумку она уже не актуальна и она была не точная это я говорю потому что я могу ошибаться насчет израиля но насколько я знаю они просто выкупили физически землю прям участками выкупали и создали в итоге государства то есть выгонки но есть опыт сохранение языка они живо сохранили то есть получается язык это государственность правильно да 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 а сижиллского прообразования образование это очень важно на самом деле у нас многие пренебрегают образованием но сейчас уже такие настроения что как бы высшее образование его она уже полностью ну как бы это дискредитировано потому что у нас менеджеров я сам экономист не пойми чего это же да то есть экономических наук да условно говоря сенком сна это этот человек которыми год еще одна профессия что я теперь плохой за учить надо если учить 5 лет заливали тебе это ты говоришь то надо учить на не знаешь ты же говоришь надо не смотри я все говорю что у нас есть такая такая проблема на самом деле что мы можем язык из бесконечно его учить но в итоге не выучить не этим надо заниматься да немножко тут другой путь ну как мне кажется вот ты говорил что-то про выделенный капитал какой-то условно даже те участки приобретения как-то обособлении в свое время было столько организаций общественных молодежных которые занимались популяризацией крымско-татарского языка он уже должен был быть не знаю на марсе и популяризируем почему не получилось а потому что какую-то лепту или ползил какую-то лепту они внесли на это видимо прибыль не популяризировать они суши вот в этом нет проблемы с этим как ты думаешь вот смотри я допустим занимаюсь темным человек я смотрю я просто как бы на своей параллель да скажу я занимаюсь тем что снимаю видео когда условно говоря и читать человек который снимать видео у меня амбиции снимать что-то серьезное да то есть некоммерческая ну такой авторской какой-то но я сталкиваюсь такой проблема что у нас огромное количество людей у кого из камеры у кого из техника но никто не снимает какое-то творческое авторское кино которое заставляет задумываться потому что за это не платят то есть у нас место где можно реализовать это все первую очередь минимуму опыта из максимуму то есть лишь про то что снимать свадьбы да условно говоря это но кстати это огромный рынок и он кстати тоже развивает индустрию видеосъемки да это это вообще отличная тема и она реально помогает многим потому что ну где ты найдешь сейчас начинающего и возьми оператору он запакован как продакшн студия кино студия то есть в этом плане большой плюс я говорю к тому что смотри если у нас нету жесткой четкой потребности в языке так то получается учить добровольно но нам нет никакого интереса как вот снимать что-то такое что не приносит прибыли я верю про свою историю да то есть чтобы сесть снять что-то осмысленно я должен написать сценарий я должен думать это какие-то затраты за это деньги не приходят то есть я получается вкладываю свое время свои какие-то усилия что-то делаю энергию там если это я жена допустим да мне нужно еще как-то это и отчитываться перед своей семьей то чем я занимаюсь получается что у меня в этом плане нет мотивации и я не хочу снимать что-то просто так получается если я языком ну крымстарским языком не зарабатываю да как ведущий как не знаю кто-то еще сценарист и что-то не ну понимаешь то есть если у меня прямой мотивации нету получается у меня нету и необходимости учить язык а ты курс по большому счету в общем в общем эта мотивация вообще все время гаснет уменьшается потому что наши старики они потихонечку потихонечку уходят так и в принципе скоро среды как которая была да она маленькая но было сейчас и уже но вот смотрите с бабушкой роз ты из бабушка роз естественно и я про с бабушкой я считаю что дети которые росли с бабушками они другие и отличаются от тех кто не рос бабушкой ну условно говоря да то есть это но я не знаю как это глобально работать но мне кажется в этом что то есть конечно так это не получит то есть получается что смотри получается уходит одно поколение до наши родители это уже ярым пополам на и поколение все равно в любом случае они советские люди со своими примочками мы уже вроде как на пепелище до поколения 90-х ну тимур немножко раньше я 90-х ты немножко позже то есть мы получать уже новый продукт и сейчас получается сталкивать с такой ситуации что вот на свадьбах когда ведущий говорит по крымский татарский многие не понимают то есть подходит он я извиняюсь можно дублировать у нас есть один гость он приехал с новороссийского он немножко не понимает на самом деле пол зала не понимает я смотрю когда ведущий что-то но говорит за да он хочет интерактива какого-то а люди не понимают и потом когда он в этом по-русски аплодисменты я не все начинает хлопать на самом деле это огромная проблема проводил пару раз конкурс думаю почему конкурс классный но не заходит третий раз я его правил на русском языке классный конкурс а свадьба русского я не не имею права сейчас морального я понимаю что где-то мне платят за то что я знаю язык и я считаю я благодарен всем тем людям которые приглашают меня провести их свадьбу они тем самым не просто дают оплату моей работы они как-то поддерживают вот это знание таганёк я мне так кажется знаешь мне кажется что я может могу ошибаться но мне кажется тебе люди платят не за знание языка они платят за то что ты сложил образ определенная человека ну реально да и людям реально интересно за тобой смотреть как ты ведешь как ты что то есть они оценят твой профессионализм язык конечно же он здесь есть в любом случае но у нас много крымсатарских ведущих я думаю что у всех разные аудитории на самом деле то есть твоя аудитория на одна у тимура она другая хотя бы тоже говорите все на крымсатарском языке я думаю здесь и харизма идет то есть какие-то там моменты ну ты все это понимаешь я понимаю я нет ни ну не имел ввиду что ты мол тебе платят за язык вот это очень но некрасиво это я так это я так говорю тебе платит не за язык просто понимаешь как бы язык это твой рабочий инструмент как вот про что я хочу сказать в первую очередь конкурентное преимущество и это твой рабочий инструмент есть допустим мне нужно снять идеально стабилизированный кадр я куплю стадика я куплю стабилизатор потому что мне он нужен как инструмент я могу на ломаном стативе пробежать все это будет криво плохо но это будет неправильно то есть это просто инструмент поэтому ты этим инструментом пользуешься и работаешь здесь надо стадиком показать ну так что поэтому все знают сейчас уже все все в курсе вот смотри получается до того как ты начал работать на свадьбах ты же работал на телевидении на там ввел собака вот интересно этот образ сейчас подожди просто я боюсь ошибиться в формулировке мехмет чумили образ на самом деле ты его недавно в instagram опять добавил 21 ты недавно его добавил в instagram и если честно я когда его видел давно еще на том телеканале гана которым ты работал и мне казалось это название канал как волан д.а.т. мы крымских татар и у нас здесь на любимом отеле служишь на нас конечно конечно у нас тимур просто у нас у крымских татар все в одном количестве понимаешь у нас если канал тут один канал если у нас ведущий ну ладно ведущих много но что-то глобально у нас один мы что-то делаем один и все разваливается да вот этот образ когда я смотрел да мне казалось что это очень смешно вот реально то есть я не скажу что там была супер актерская это да там какие-то моменты но мне казалось что эта маленькая сцена она была очень интересно и вот как у тебя получается вот откуда этот образ ты где-то его увидел или это как какой-то собирательного это с детства турецкое телевидение клипы и наверное большое влияние на появился в вакууме образовался этот образ и влияние оказал самое большое наверное и бренд атлас с помните было параболическая антенна если детство 1 если считать детство 12 просто я не понимаю в моем понимании детства это 2000 я тоже был пультом в детстве сама обычного телевизора был автоматическим приводом регулировки антенны а с двухтысячных до появилась нас тарелка турецкие каналы и через кипятом крал тв крал тв одно время я в одно время прям залипал на этот канал и я удивлялся насколько круто сделано телевидение турецкое там же ты знаешь что у них 80 процентов онлайн было контента вот эти шоу живу я это 2000 года и я вообще удивлялся как бы но мне это все темы всегда было интересно да вот этот продакшен я когда смотрел и просто вот я в шоке был насколько там быстро все работает а потом я с одним человеком пообщался он сказал что между сценами может быть полчаса всего полностью меняет мизан сцену насколько профессионально студия да да то есть турецкая телевидение в то время уже было очень круто то есть получается этот образ он оттуда оттуда да это откуда-то его невозможно сыграть его нужно только понять этот образ ну тут ты понимаешь вообще ему много есть идеи сделать ретро клипы турецких исполнителей наши крымские татары многие наверное и многим близка эта тема да и вообще как как мы видим индийские скидки нашим родителям ближе родителям наверное не они не нет поколению который сейчас здесь живет к нам как вообще к нам должен был приехать в гости на прямой эфир на утро турк однан курт вот там как раз в анонсе его имя проходит он какие-то там залу золотые горы пообещал инвестиции и так все совпало мы подобрали песню ялан я вам не он к нам вы то ли мы 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 сняли анонс основательный один из самых лучших коротких анонс ярких не знаю да и вот и и на следующее утро не появился гость это наверное не мы слушать да не может вообще вот эта привычка юморить хохмите она откуда вообще без на школу я все же я в школе был вот из тех ребят которые сидели не на галерке самой а где-то предпоследний да на предпоследней партии и постоянно цеплялись мне вот сейчас когда формат чтобы что было дальше они постоянно цеплялись за слова учителя коверкали их это было смешно забавно да и даже учителя это понимали поэтому не слишком наказывали директор нет директор нет не доходило до этого до меня был унитет определенный какой-то я плюс не переходил какие-то границы где-то где нужно было пожестче юмора дать я обращался уже туда назад да я не знаю за который стыдно именно в школе стыдно куда сколь но в школе это было наверное начальная школа из-за можно будет вырезать да это был пятый класс ребенок представьте и проходит день самоуправления когда старшеклассники приходят вести уроки учителя отдыхают пришла старшеклассница значит вся такая с конспектами подготовленная и и сходу сходу заявила о своих правах о наших обязанностях о том что она царь и бог здесь все происходит по их разрешению абсолютно все да 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 вот я получили какой-то протест внутри и она все там чуть ли не до дышать понятно что перебивать кого-то только после ты поднимаешь руку я решил поднять руку и сказал да прям сразу в начале уроку я говорю если пукнуть захочется спрашивать ну и вот детские класса 5 класс и она вышла позвала из-за этого учителей до всех да и там можно учителя я захожу в учительскую меня очень встречают учителя так делать нельзя сидел ты понимаешь ты это не помню но стыдно было тогда пристыдили я поверил в то что так нельзя делать и больше так не говорю то есть в то время это приносило только неприятности последние деньги можно я расскажу чуть позже праве сам все будет тогда я молчать знаешь вот такой вот такой вопрос есть но скорее не вопрос вот смотри в принципе instagram да можем про instagram поговорить конечно это сейчас половину жизни когда начал серьезно относиться к инстаграму 2000 наверное шестнадцатом году или нормально так быстро включился не быстро зарегистрировался я где-то в году тринадцатом два года он у меня просто существовал был сейчас думаю перекрыть стоит ли перед переходить на тик ток но не очень мне это все нравится там да там немножко прошли все то есть уходить дополнительно а потом думаю имеет ли это смысл времени нет дублировать там и заниматься этим ну там там немножко аудитория чуть-чуть по менее платежеспособнее будем правду говорить бюджет хороший наверное сейчас давайте про бюджеты уж начали чтобы не скакать я думаю через я думаю через 20 лет instagram превратится в фейсбук где будут сидеть такие снабы о политике говорит фейсбук ну как мне кажется да было серьезно вот сейчас я как мне кажется да сейчас где где сидят вот наши крымско-татарские люди не безразличны не безразличны в одноклассниках а ну там 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 вообще все тут там правда все там не будем говорить там про цифры или может будет какая часть твоего общего дохода это инстаграм это косвенно влияет на узнаваемость да это бренд то есть реальные деньги реальный заработок это только свадьба сейчас мероприятие юбилей дни рождения корпоративы можно да без проблем с зависимости но мы с тобой вели кстати не мне очень понравилось ага и и и и инстаграм влияет на узнаваем все а в плане денег сколько он приносит пока люди недостаточно серьезно к нему относятся я во первых инстаграм я по я как подхожу к работе в инстаграм я увеличиваю охваты и есть такое понятие вроде как вовлеченность да а я удаляю из своих собственных подписчиков людей которые подписаны на полторы тысячи и две тысячи и более людей так как мои публикации вряд ли когда-то к ним в ленту попадут да да я ищу людей которые пришли ко мне потому что им реально интересно для того чтобы заявить да да я я я удаляю из подписчиков магазины коммерцию да я тоже в каком-то смысле магазин все это все мы бренды но где-то нужно какую-то пользу не только кроссовки борошла кто пьет ну я сам себя что я должен удалить это бывает это тоже часть жизни я не праведник я не хочу никого судить за что есть эстетика когда человек в кадре материться там да я на него не буду подписываться а удалить может описаться могу как минимум удалить может вряд ли если хороший человек должен написать там заяву там пожаловать сюда на пожаловать в общем вот так я занимаюсь я знаешь почему про инстаграм начал говорить потому что ну я думаю что у тебя подписчиков сколько до 20 тысяч до но это немало то есть 20 тысяч это получается я называю их до целевая лояльная аудитория то есть это скорее всего крымские и около крымских это то есть одно супер вот смотри я думаю что с тобой многие не знакомы как знаю тебя по инстаграму исключительно я уже на стольких свадьбах от работа с я знаю но все равно есть люди которые тебя знают что есть и жил такой что он прикольный что он классный смешной сейчас до рецепты 8 через чуть позже то есть смотри я что хочу сказать что есть люди которые сложили впечатление исключительно по инстаграму про тебя может быть да может быть я тоже сам нашему мы же так в жизни не сидим да ну да вот я это имею ввиду и вот в инстаграме ты всегда веселый улыбчивый доброжелательный и складывается впечатление да что ты вот такой везде душевный душе хотя я думаю что но невозможно мне возможно когда вот я вижу когда люди все время улыбаются мне кажется это какая-то психика ну то есть что то есть нам провериться может быть да да вот я не буду я не здоров конечно я дарить стену до с ноги да то есть подтверждение тому дома приходите это стена которая упала на не так это не то она дома свежая отремонтированная я просто сделала не за зубами чтобы помнить что надо всегда от себя держать в руках то у парнет все на минуту кроме меня не страдает сколько процентов настоящего сиделила вот на экране в stories и где-то жизнь ну 80 наверное смею все я хотел программа подразумевает знаешь ты знаешь кстати недавно пришла мысль что я примерно понял на что похож инстаграм когда к нам пришли неожиданно гости получилось так неудобно подушка не там лежит там понял даже не подготовлен дом чтобы принять то есть мы даже в жизни хотим быть лучше чем есть на самом деле конечно вот если мы привыкли что у нас там допустим в зале там подушка в центре же да вот нас всех это устраивает кто живет но когда приходит чужой человек мы ее должны убрать то есть мы как-то хотим быть лучше чем и мы есть на самом деле и вот это инстаграм и посуды для гостей это вообще другое это другого дня это другой потому что ну я не знаю как сейчас у нас есть эта стенка где царский сервиз вот эти все моменты вот это все есть я поборолу это пережитки прошло потому что мы ну наше новое поколение мы считаем что всем надо пользоваться сегодня сегодня этот фельджан актуальны нам нравится моему ребенку завтра он не нужен будет он захочет какой-то стеклянную такую кривой косой хай-теке его распаковали сегодня это пользуемся это нормально мы 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 вот сейчас на пути вот этого очищения от всего лишнего дома вот смотри а вы говорили по вот смотри ты ты на 3 смотри я говорю что инстаграм получается вскрывает в эту проблему что мы хотим в инстаграме быть лучше чем мы есть на самом деле просто знаешь и мне кажется что инстаграм это все таки визуал на самом деле это визуальное восприятие то есть если человек ищет свою какую-то рабочую сторону я недавно фотографировал женщину не будем называть имена она выглядела но не очень хорошо она такая наш как слесарь сергей третьего разряда после хорошего корпоратива то есть она так как это все такая но не идеальная дюль бернен бар чешта да да и когда она мне сказала ну знаете у меня вот эта страна рабочая это нет ну я честно говоря удивился сказать что у них люди насколько оптимистичны к себе относится я это хочу сказать понимаешь у вас рабочая сторона я вообще об этом не задумывался у меня есть у тебя тебя есть рабочая сторона отлично рабочая сторона нет я из-за этого очень комплекс да 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 твоя не рабочая сторона это как рабочая сторона у многих так instagram instagram вот все смотреть то есть ты к нему отношусь серьезно да это твой инструмент да так язык по сути да 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 язык как телевидение на которого раньше работали сейчас просто он работает через собственный даже врач разного напоминает то что он есть да вот кстати я с этой проблемой так и не справился вот инстаграм ведение ему серьезно к нему относится можешь снимать как жених и невеста под знаешь нужно нужно самый быстрый и легкий путь к сердцу подписчика это шутка и ирония над над собой и не стесняться и иронизировать над собой в этот момент просто надо какую-то маску одеть да я не такой дурак не настолько но я могу это показать могу это сыграть и людям это заходит что-то близко где-то попадаешь больше где-то меньше и во время даже производства этого ролика ты думаешь что за муть когда ты представился картинку да ты представляешься картинку финальную на монтаже я добавлю здесь звук как то вытяну компьютером суде нет у меня есть программа power директор в андроиде я плачу за нее исправно 350 рублей в месяц до подписка да хотя можно на год и сэкономить много но я думаю вдруг через год не пригодится нет android кстати подумаю купить айфон более открытая доступная и простая оболочка в плане скачивания треков я айфоном не пользовался но я прочитал про андроид сяоми представляю эту картинку да ты кому-нибудь показываешь этот материал там маме или близкому другу да наверное нет иногда я сам отсматриваю иногда достаточно самому посмотреть и понять иногда когда вот вообще сомнения да по поводу до слов которые я сказал в ролике да где не грубо ли там проанализируйте послушайте маме иногда показ близкому я не знаю иногда если рядом друг я могу ему которому я доверяю так посмотри он тоже как фокус-группа я понимаю что он не не может охватить всю аудиторию но я понимаю если он ничего не заметил там кто-то может что заметит какой-то подтекст и смешнее всего и комичнее всего и сложнее всего момент когда ты стоишь с камерой чего-то там с 5 дубля с десятого идешь по городу до пробуешь и сидит дядька там на скамейке до курит и на это все смотрит и думать ну что это и ты тоже как бы его энергетику на себя вот эту вот в момент главное просто отвлечься от всего дожать доделать самое-самое что инстаграм у тебя уже полноценная работа типа условно говоря если ты делаешь 10 дублей значит и полноценно когда то есть но это не случайно подсмотрены какой-то кадр дадим на ходу иногда живое что-то вот в том-то и проблема живое она намного эффективнее лучше во всех во всех смыслах да 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 пример живого что это пример живое когда падает стена и это очень смешно да согласно захочешь не придумали смотреть на чужой горе фэйлы мне повезло что там не проходила тетя света соседка были всего лишь куры но 3 куры все и 3 курица понес да я же там начал танцевать там дальше в продолжении видео есть или или есть буквально вот тоже первый дубль недавно я снимал историю как я кокоч хардах раздавали выпечку чебирейки пирожки соседям то что не вошло в кадр да я то что видели все вся аудитория я кстати скоро выложу этот ролик я подхожу нет я подхожу в stories было я иду значит по нашей улице селу с тарелочкой аким ага ко мне на встречу я ему дают целую руку пошли дальше а есть неудавшийся кадр когда еду и только начинаю анонсировать значит продукт она значит борек лера фирма с и в этот момент тишина такая один пирожок падает и шплак на землю я чуть-чуть даже не выругался честно говоря это очень сделал и отдал просто это я вот думаю как сейчас преподнести да люди поймут ли это что я вот еду взял с пола отдал аким ага еще и на этом хайпанул типа какой я вот правильно ким ага отдал если по инстаграму понятно что ты там активный а кого смотришь ты это уравняешься не есть признаюсь люди признаюсь есть люди есть люди на которых я подписан только из-за того что ну надо на них быть подписанными но я не смотрю их история замутиру можно я не буду да 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 на а вообще в мире ну слушай вот смотри вот как по мне сейчас казахи очень серьезно качают юмор в том числе у юмора мне так много юмора в жизни честно я уже юмор я от юмора отписываюсь да я подписан на какой-то ситуативный юмор типа ну машина а ваня саня ткань это пип-пип вот это я своем были все вот это есть да да игру я специально не смотрю чтобы где-то у меня эти образы не всплывали чтобы я не снимал их потом они в ней не дублировал интересный момент практически все люди когда давали мне совет как писать свои рассказы ну как бы я пытаюсь писать мне все говорят что нужно больше читать но это нормально видишь совет не так а я как думаю вот смотри для меня мысль нужно больше писать и те это очень базис это сто процентов базис самого себя открою все эти люди которые дают совет что нужно больше читать они мало ли не пишут вообще понимаешь чем игру ну я вот так то есть у меня уже показал я дело очень не про высокой мере понимаешь я вижу что они вообще не в той лодке плывут ко мне вообще советуют сами не пишут да то есть я знаю это не суть живо их совета а суть их просто как бы ваши смотри они давай давай ну да как вот это есть по сути даме пространство давай попытаемся посмотри а я знаю очень много начитанных людей реально которые тонны прочитали но они пишут примитивный текст отвечаю думаешь это как закономерность нет это не закономерность я знаю что те кто пишут они тоже начитанные если но есть но есть писуны и не писуны но смотреть среди тех кто начитанный среди них намного меньше писалов писунов чем начитанных писунов условно говоря писа кто пишет смотри я не про это сказать я думаю что когда я начинаю читать чехова а я его много прочитал последнее время как патологоанатом да я разбираю исключительно конструкцию и форму и я начинаю потом задумываться что это начинает лезть ко мне а мне она мешает я же не чехов он где где мы да то есть я не говорю что мы как-то меряемся высотой я говорю что мы вообще в разных плоскостях находимся и это начинает лезть начинаешь читать я кстати от руки марка много прочитал вещей японец да есть такое дело как насмотренность когда люди учатся что-то снимать они насматриваются не похожи ли это вот начитанность и чтобы ты потом начал писать это раз второе что когда мы учимся чему-нибудь неважно чему мы стараемся сначала повторить то что люди делали вот мы тренируемся да это в идеале в идеале также как бы и почитал ты понял как люди пишут вот посмотрел это пишет так это так да а я буду ну и пробую но вот смотри вот интересный момент я снимал лет пять видео уже снимал а потом узнал про правила золотого сечения не я понял что я снимал по правилам вот не понимая этого то есть я на свою вот на свое понимание прекрасного и это совпадало с этим правил но это же правило вышли из прекрасного они прекрасные вышли из правила подожди но я живу интуитивно понимал но да я не смотрел фильмы про фибоначчи я не смотрю я не ходил на мастер-класс я просто понимал что так должно быть я так считаю если я касаюсь текста я пишу текст я думаю что вот он так должен быть чтение она в этом случае дайте богатство речи словарный запас наверное или какой-то опыт а увидеть структуру и режиссерский подойти к тексту это наверное не не читать и анализировать может быть или прочитать и попытаться самому какой-то интересный ход придумать это интересный момент хотя сейчас кто снимает режиссера дают там всякие цели по поводу из наших близких но близкие устанавливает территориально но они все постоянно смотрят сериалы фильмы то есть у них это на работа потому что в голове должен скапливаться строительный материал для каких-то своих проект наверно да наверное да но вот мне кажется что с писаниной это как-то не работают условно ну хотя наверно работает наверно работает вот я пока не могу понять то есть я когда потом пишу я понимаю я понимаю что ну как-то она мешает то честно я я разбирал чехова читал у чехова есть черный монах черный монах есть коротенький рассказы я понимаю что его описание природы она очень близко мне то есть я примерно также вижу текст то есть если допустим мы сравниваем описание природы условно говоря там хорубки мураками и чехова это разные вообще вещи чехов пишет как пахнет да у него у него картина очень получается он молодец он где-то прочитал стами сцена задеть все органы чувств колодец рассказывать что аркты слышатком вакууме они тогда жили да у него образование было они в вакууме жили у них не был инстаграма как ты можешь идти посмотреть на вики там чуть-чуть люди делали они на два года уезжали чтобы написать эту вещь представляешь у них была внутренняя тишина какая-то да и они писали то есть они создавали сейчас другой ладно это мы отошли да да просто понимаешь я думаю это мы вообще к чему к тому что она началось все с того с подписан ли на кого ты подписан я на юмористический контент меньше подписан я подписан на красивые фото урбанистические там нью-йорка тебя досок да 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 там на ютубе также или нет на ютубе у меня в подписках сейчас скажу да вот был бы телефон я сейчас вспомнил меня на на ютубе я подписан так 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 на лайф джаз стрим да 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 вот честно он мне всегда первый я но она начинаю включаю и под заснуть уснуть послушать он у меня всегда канал потом на кого я подписан сейчас скажу жёсткий по джаз засыпать я честно говоря не могу а нет 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 пиано соло я извиняюсь пиано соло это другое да 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 я извиняюсь вот 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 джаз веришь настолько знаю хорошо свои подписки а я подписан на обзорщик автомобиле 1 марат борода нет осетин который очень так по-пацански и круто рассказывает без вот этого пафоса менеджеров представителей ну классно раскладывает и говорит а что ему заходит что шляпа что залетает и нет это когда ему ты купил машину нет можно об этом до 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 цели купил машину до вас в дефон сгиба вышла сын более бузель машина к оптима оптима джетела я девочке это уже нормально 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 реально это ну да пошел музыка качае на конь хан на кардон я недавно садятся людям man harman кардону в ключи давай свой харман карп я сейчас даже проговорить не могу харман кардон ягода недавно ну не знаю насколько это было недавно посмотрел твой инстаграм и stories выложил про то как ты едешь в машине слушаешь турецкую музыку и по моему у тебя там была подпись ну типа жизнь прекрасного типа того да буду сейчас такое состояние вот я понимаю чем тебе да это я сам тебе это напоминаю каждый раз об этом напоминаю вот послушаешь я вообще до до свадьбы я стараюсь приехать за за два часа до мероприятия на место проведения по дороге я отвлекаюсь от всего включая хорошую музыку дума смысле жизни нужен для чего нужны свадьбы для чего вообще люди влюбляются зачем все вокруг вот и я как-то для себя обоснование для работы вечером и для того чтобы это было максимально хотя максимально не всегда это честно иногда ты без настроения приходится говорить заученные тексты где-то ну вот бывает 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 знаешь ну ты говоришь какую-то осознанность да наверное я объясню осознанность это значит когда ты как бы задумаешься о том что происходит сейчас и ближайшая перспектива идиократию пока ты сейчас смотришь ее кажется не то помнила значит про осознанность да вот ты говоришь про мероприятие и ты и ну рассматриваешь их не как условно говоря не заработать денег хотя это понятно это знаете но ты себе объясняешь это как что-то большее ну старая это так и есть я имею ввиду не знаешь что мне что мне интересно у меня очень часто такое же состояние когда я еду в машине один с детьми потому что там другое состояние там там музыки не нужно музыка там все там только слова тональностью играешь то есть вот ты когда есть один в машине и ты вдруг понимаешь что вот вот все нормально да проблемы никто не убрал все это есть но ты понимаешь что все нормально все отлично и музыка и визуал вот все супер мне кажется что вот этого сейчас не хватает для многих я смотрел недавно интервью тимура пулатова есть такой канал джан лэм и там на джи эфиме с ним разговаривала и он сказал такой интересный момент овощи сам узбек я думал о чем-то так я был вообще невежественным дом в этом момент он кстати что-то написал да он писатель написал связанная с крымскими дата рано что там на это было даже не все военные действия на даму участок консультант но я не про это он сказал интересный момент он говорит что крым сатарский народ прошел через возвращение на родину и через подвала то есть тут стройка да когда жили люди в подвалах ну вот вот не вот этот подвал мне это не лов я знаю и он будет что этот подвал он остался у людей в подсознании понимаешь вот раскрывайте мне кажется рот о люди многие крымские татары я сейчас говорю только про наших сейчас заняты банальным выживанием выживание в каком плане даже те кто в достатке то есть они как будто живут по алгоритмам вот ты утром встал ты бежишь туда делаешь это тут надо закрыть там перекрыть здесь оплатить тут перевести то есть и это на всех уровнях даже состоятельные люди живут вот в этом подвале бы быть суета инерция суета ну быт это как бы такой распиаренные пошлое слово я вот называю это вот по алгоритмам да то есть когда ты уже встаешь ты допустим субботу отдыхаешь с семьей там с людьми все родила у тебя мысли в понедельнике тебе нужно там что-то делать что-то куда-то и это на всех уровнях вот это вот этот условный подвал мне кажется мешает людям воспринимать действительность по-другому то есть ну условно говоря да ты люди не могут или не хотят или не не задумываются о том что можно наслаждаться музыкой что можно наслаждаться едой что можно наслаждаться компанией ты сейчас про свадьбу говорит нет понимаешь и вот я эту осознанность видел увидел в твоем stories этом я недавно за тобой слежу так вот будем честным я вообще за многими не слежу потому что instagram не очень приятно заниматься у меня заняться не живу очень я знаю что это зря я понимаю что я огромный ресурс я теряю на этом я не никого не призывают идет но у меня почти все в муте в инстаграме ну что я не понимаю этого я понимаю живое общение когда ты можешь сесть с человеком посидеть ты видишь его его реакцию интернет он все все ломается портит я даже на тебя захожу хотя нет плохой пример я в инстаграме вот я работаю почему я плохо вот закат но ты понимаешь зачем как ты считаешь ты свадьбу ведешь да ты так видишь многих людей разных что относительно нашего народа я сейчас говорю только про наш народ да условный наш народ хотя ты знаешь это тоже большой вопрос мне кажется можно простить многое я не знаю может мы может мы очень немножко тормозим никого не обвиняют тормозим нет я я я тоже я я это это не обвинение что вот ну понятно что тяги такой к искусству к размышлениям к правильному проведению более европейскому досуга да у нас нету наверное да я так думаю что что нету из-за того что вот по алгоритмам да вот у нас бы сейчас вот у нас многие до сих пор покупают мешками дом и лично сахар да это ну как маленькая часть это но это все вытекает одно из другого или советский союз или подвал я знаю учиться союз не научил никого научил только нас он всех научил до всех научил ты чё не 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 нет но я просто рвать и забирать смотри я знаешь к чему этот режим научил людей к тому что может все пропасть и ситуация может казино поменяться но не только не только я считаю что не только потому что смотрите вот когда едем в гости когда приезжают гости в багажнике всегда что-то есть это также с кубанки но с привоза когда ты как понятие ну тебе есть всегда там дома два мешка картошки мешок лука мешок морковки ты когда едешь в гости ты берешь там того 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 то я была кружку ну ладно не будем говорить про картошку по тяжелому будьте ездить на но кроме родственникам мы там ездим допустим можно взять пол ящика там яблок что-нибудь такого если у тебя дома что-то растет там свеженькая капуста можно вот три шутки могут нормально ну да мы слушаем ну это мне кажется очень сближает когда активе приезжает человек а он не башку манский ты знаешь недавно была история недавно смажь нашим кругу человек приехал с узбекистана с ташкента это 70 ничего не принес а башку манский зашел слушай но это же вообще некрасиво даже курта нигде там не завалялась до в заднем кармане если бы он так вот курт кинул бы но это уже было да и кофе лебо интеграция понимаешь дачу не говорю покрутить кстати кофе это твоя задача да я помню приезжаю кстати сидел не башку манский так а здесь уже кофе он принес все я понял кто-то уже выполнил мою работу я просто я проверил вот ну это же отлично добычай ты так сказал как будто это плохо я не говорю что это плохо это то это отойдет из того что мы любим запасаться если у нас этого не было мы бы с этим не ездить правильно сказал если капуста росла до капуста росла и ты ее вот так с огорода взял и привез другим родственникам это считается а если ты купил на привозе никому-то смело купить это нормально да я боюсь что я сейчас она быстро закончится хочу растянуть удовольствие да мне кажется что когда мы говорим о каких-то там ну и не очень хороших вещах и не очень и наоборот очень хороших вещах то вот этот момент когда ходить запасаться это как бы это нормально слушай я тоже что это нормально вот ты знаешь смотри я думаю что вообще людей нельзя менять в том что они покупают мешок сахаром вот честно как по мне это удобно ты купил мешок и ты там два года не ходишь за этим сахаром но все же по-разному я не понимаю когда два человека живут а у них 15 мешков картошки это мне уже не понятно а если допустим ну люди покупают себе впрок немножко продуктов и с этой пандемии но все равно паника немножко присутствовала я как бы там что же не отдал сообщение круто я грязи не пошел чередят киска а может потому что у тебя зона цельсии не такая она кроме меня за это отвечать некому думать но смотри то есть если тебе мама скажет я хочу кушать или сын скажет я хочу кушать разница есть как бы ну да это мама это сын но ответственность не меньше слушай но смотри я как бы не хочу до темы спекулировать дети давно типа будут но когда какая-то когда какая-то непонятная ситуация дети они умножают на 5 как бы ты как бы вот с гирями на ногах то есть и не ты недвижим не пугайте пожалуйста еще не жена пожалуйста этот момент запасливости он сыграл данной ситуации я задавайте давайте да почему мы не можем я я считаю что как мы о минусах народа можем быть правильно же какие минусы вот на ваш взгляд я бы хотел послушать просто я в я я не совсем как бы я привык больше видеть хорошую сторону честно говоря я не даме из минусов что вот давайте по и по я знаю как и вот сейчас до этого не думал один из наших минусов это мы любим искать минусы других наших не но в целом ладно ну кстати есть такой момент но это может быть связано это же общечеловеческие минусы или у нас в народе есть какие-то свои определенные минусы а ну кемыклер не чайням ага это профессиональная это как ко мне знаешь на свадьбе один подходят говорит бызым агамын слышен я размешу чуфтларга алла ахыл берді ахыл олмарлар ищин алимлер олмалар ищин хазақларга рахы берді код те кармала ганда осын маякен кармалай бересін агам хорошая шутка но я на свадьбу настраюсь бағышларсас я мне сейчас как бы не об этом дайте дайте позитива да и там еще до казана не пошел да ну ка ну ка ну ка слушай но ты правильно вопрос задаешь что ну как будто бы это только у нас такое есть ну да просто мы у нас немного нас не 300 миллионов человек и мы как бы как будто большая семья и когда ты живешь одним аулом проблема они как бы явник я в ней кажется да то есть на поле и обнаженный с нам сложнее да с нам в этом самом сажене вообще но это трудности создает которых нет наверное в более больших нам года на многочисленных народов да наверное вот это от акизин времен болезнам вот это вот ну слушай а это не связано с тем что у нас достаток людей ну не неравномерно скажем так много людей которые нуждающиеся вот это нужда она не толкает людей нас эти разговоры на вот эту ругань среди не нуждающихся нету сплетников а мы через простые обсуждения если просто сказать слушай есть профессиональный скрепий профессионально это связано с профессией да если я условно говоря ведущий да и я когда мне спрашивают что ты думаешь почти джалила ведущий честно говоря там он за три часа до свадьбы приезжает все там съедает оператором есть нечего но это же профессиональный сплетник то есть я его оцениваю как ведущего а есть летний которые касаемо но вот купил новую машину наверно не здорово рад что-то не здорово что-то базово это нормально и когда покупаешь машину не столкнулся и когда покупаешь машину ты в комплекте берешь нездорование других людей ну да купи квартиру пенхаус бонусом получишь сглаз и зависть ну ты как бы это такой нормальная акция кончатанасская акция ну а почему так это есть как это отношение у людей меняется по мере того как ты лучше живешь ну бывает что ты живешь также но все думают что не знаю главное сам я у меня вообще я немножко сконцентрирован не на отношении ну нет наверное тоже это важно главное что важно да я я думаю конечно я просто я думаю как бы самому просто не они не вот я вчера буквально увидел захожу в компанию людей и так несмотря в лица прохожу и потом сам себя за это ругаю и меня никто не окликнет я стесняюсь в лица смотреть ну просто до зашел ты новенький да 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 прохожу поборачиваюсь смотрю это мои знакомые ну знакомые не друзья я подхожу алину а чё ж ты меня ну не 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 скажешь седик эй и мне приходится ну вот и и каждый раз я вот боюсь что в какой-то момент я просто сказать зачем здороваться вот или просто нет как налога шкур пока нет я задаю вопрос то есть вы подошли сказали привет а я не поздоровался или как оказывается должен был подойти поздороваться если было бывает ситуации что да кто-то шутит как-то с иронии до нас какие-то подтекстом говорит о месте работе о заработке так далее просто дальше продолжаю эту тему и довожу ее до абсурда да да и в на так братика честно говоря кто тут вокруг меня людишки и все давай давай я знаю что подумал смотри если instagram как у тебя рабочая площадка да то есть в инстаграме ты создаешь определенный образ себя как человека который предлагает определенные услуги монетизация скажем вот ты как бы всегда веселый да ну бывает время во имена бывают когда там ты ну реально там кто злой да там агрессивно так далее часто спрашивают людей там типа когда ты дрался там к такое вот у тебя есть люди которых ты вот просто не любишь вот так наши отбываешь такой да ты просто их не любишь понятия раздражая нет есть люди с рядом с которыми мне некомфортно эти эти есть но не любить их я не имею права ну не то что не любить или или ну как не любить это типа нейтрально относиться наверное да или или как безразличие или ненависть какая-то ненависть прям это вообще жестко ну такой знаешь вот ну неприязнь такая есть люди ценности которых мне от меня для меня далеки я ну просто ну и все на этом честно ну это опять не об я может быть я сам для себя это написал когда-то в подсознании да вот вот надо так жить чтобы ну нормально жить не осуждать никого не обсуждать никого если он другой ну и фиг с ним пусть и гуляет там себе просто пусть манат манат тиме ген елан миньяшасан ну вот по такому принципу слушай а вот это вот это халка разъяра то чего вот это вот мысль что все люди разные она вообще должна же быть да вот у нас у нашего народа конечно не кажется что когда ты понимаешь что другой человек он другой по сути то с ним сразу спрос падает многократно ну смотри я даже зачем говорю мы очень любим осуждать осуждать когда возникает осуждение когда ты ловишь человека на том чем он отличается от тебя то есть если условно говоря я езжу в автобусе а кто то есть на машине я его осуждать за то что на есть на машине так или иначе или к примеру если примеру я не пью а тот пьет белому что ты хотя сам пять лет назад закладывал так что там у нас таких много примеров и у нас вот это осуждение да а ты понимаешь чем я говорю а если ты понимаешь что тот человек он просто другой то тогда и ты просто перестаешь с него спрашивать но нет с него конечно конечно и всем становится проще жить ты просто я просто вот с такими людьми которые другие совсем я ну может быть ищу точки соприкосновения все равно мы должны чем-то полезным чисто по-братски человек тебе не заражите сказать ну вот ты пьешь что братан за чё ты зачем пьешь ну не сразу в лицо если он тебе братан реально который близкий тогда можно сказать в этом случае когда ты хочешь ну от чего-то плохого оградить или добра пожелать пускай зачем так лишний раз от и а не то что там его пристыдить на всякий случай хорошо это это хорошо продолжайте тимур нельзя как 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 завещал рустама гадервиш не мешай ну я видел да в каком-то видео что да да нет но на самом деле есть там такая история что когда кофе начинает подогреваться да он уже вот так вот ну вот в церкви веру там святая она все там сама перемешивается пока про кофе поговорим как и любого народа наверное просто у нас есть какие-то вот дополнительные вот эти вот вот эти штуки что отличает наша кофейную церемонию от других людей снатрили вот других наблюдения а когда был в казани восемнадцатом году то я был на фестивале тюркского кино то есть сихались тюрки и смотрели со всей россии и до ближнего зарубежья скажем так и для меня было интересно наблюдение что кофе практически никто не пьет у них нет этого как традиции пили там качаются вот эти вот наши ближайшие мишар и турки астраханцы турков не было они не приехали но турки тоже пьют мы это знаем хотя они чай какие-то азербайджанцы и я вот тут понял что вот именно кофе это наша именно традиция национальная а почему не было ли в свое время это элемент некого понта думаю нет это это типичная пищевая привычка народа типа смотри я бумаги бывали же ситуации когда в дом могло не быть мясо но был кофе слушай но это как наркотик уже получается смотри наш какая как это работает как мне кажется когда я на лето приезжал бабушки своей да мне давали руки диггерми и я крутил эту кофе потому что они или постоянно кофе ее подружки приходили они входят я бабушку злою помню вот так насколько быстро это все а надолго но нужно смотреть хорошо на слога если вы кофе можете так поглядывать вот туда просто крик мы можем просто заговориться я от свою бабушку вот так вот запомнил с у нее такой был белый фиджан с черным горошком всегда с ним я понял что тюрки они близки нам но они не пьют кофе многие и я подумал что наша национальная традиция которая нас отличает от других нормально отличать не так что мы там отличаются не нормально кофе в кофе мы разбираемся как минимум потому что раз мы не разбираемся вот раз может быть разбирались потому что мы она а нам недавно рассказывала что ее биташка даже сама обжаривало кофе а это не то то что мы разбирались что ведь о том что приводили не обжаренный кофе она так как было традиция пить кофе просто кто мне дешевле было наешь я не думаю что это связано С знанием кофе Я думаю, что это просто была традиция Но это влекло за собой Это же определенная практика Уметь обжарить правильно Я думаю, что умение обжаривать кофе Это было очень примерно Знаешь, как молоко У нас не всегда получается скипятить нормально Я думаю, что на таком же уровне и кофе было Ну, тогда про плов Можно точно так же сказать Давай на кофе пока остаться Потому что плов это вообще отдельная вселенная Вот смотри, я знаю, почему кофе говорил Это же как бы На свадьбах ты же работаешь Я когда снимал свадьбы Я снимал долго свадьбы, там 10 лет И Обычай, который мне очень нравился Когда ты приходишь в любой Крымко-Сатарский дом Ты пьешь кофе Это железно Пару раз за все время Пару раз я не пил кофе Это было очень богатой семьи В которых дом был Как Версальский дворец В котором не было ни одного родственника Ни одного ребенка Там была гробовая тишина Ну, очень красиво все Вот в таком доме мы кофе не пили И это было странно И неприятно Потому что, ну, люди как-то, видать Они как-то сами держат какую-то планку И выше этой планки Уже не проходят В том числе и кофейные То есть кофе, налить кофе Это определенный уровень Ну, мы же обслуга, да? Вот такая условно говоря Мы же там, ну, что там Корреспонденты Как там? Без кофе Конечно Камерщики Понимаешь? Сейчас уже не камерщики Сейчас уже всех научили Что полтинник Это уже деньги Все знают О, 50 тысяч А раньше это были камерщики Я просто с тех времен Снимаю с вами И люди, которые считают себя Вот так, вот, да Высоко Они, наверное, думают Что это камерщики И другие родственники Победнее Они тоже как-то Они уже не бьются Как-то, да С этим интерьером Это исключение Это вообще неправильно Это было исключение Относительно кофе Теперь мы должны Эту традицию чтить Или сейчас разговор о том Что это круто Или я сейчас Куда мы клоним? Его нельзя мешать Все Асанара сказал Асанара Выйдите И зайдите нормально Его нельзя мешать Давайте разберитесь Все, ладно Это ладно Просто вот эти Я знаешь, почему говорю? Я не говорю о том Что, типа Ну, это же Это же обычай наши Обычай Приходят гости Все, кове сразу, да? Желательно Бегерменден Чеклигент Это уже детали Про которые В принципе Почему вы Часть одета сказали? Кове и дегерменден Одно Сразу же казан Идет следом Не всегда А раньше было всегда Я вот помню Еще те моменты Когда у нас всегда Был чоин дома Это на большое количество гостей То есть мы понимали Что обычная кастрюля Уже не работает Приезжали родственники Вот с Нижнегорска У нас обычно Две машины заехали Все Если это вечерний визит Это тяжелый родственник Если это вечерний визит А сосед Нет Нет Я думаю Даже дверь не открывается Сосед Прошел кове Чай Если он задерживается До обеда Еще разочек Кове попробуем Давай А потом уже Перейдем к холодильнику Если он после второго Чая не уходит Тогда уже ладно После кове Шел козан После чего? Если это Гости издалека Слушай Ну это тяжелый гость Это кто Йолдан Да Да Это уже До вас пути Это понятно А сосед Это почти родственник Раньше даже Заборов Ну вот Каждому родственнику Каждый день Он будет приходить Каждый день Казан ему ставить Я как сейчас Он такой Мастер йода Сейчас ставлю Хоть пару слов Я как Я как Я как Я как Я как Я как А раньше Между соседями Были калитки Даже Да у нас Часто калитка Ну вот Не работает уже Закрыт Да работает Только в одну сторону С нашей стороны Замок Мы решаем Когда общаться Ну этот Смотри Ну подожди Кофе Это же традиция Так И вот смотри Теперь такой момент Вот мы говорим Да Есть язык У нас Так У нас есть религия Ислам Да Чего ты тут напрягся Я не напрягся Это ты напрягся У нас есть ислам Да Религия Наш Так Традиция Язык Ислам У нас есть территория Крым Да Где мы все живем Гимн Ну раз уж Ну Гимн Ну что Отдельно По символике Гимн Есть Гимн Все Флаг И вот Четыре Да Четыре наших Таких критерий Важных критерий Которые Которые составляют Крымстарский народ Территория Ислам Традиции И Язык Язык Четыре И недавно Я подумал Что еще и деньги Благосостояние Это отдельно Отдельный пункт Который Так или иначе Ну Это является Критерием народа Сравнительно С другими народами Проживающими здесь Нет Только Мы только про себя Говорим Типа Деньги Как тема Или как их наличие В большом количестве Смотри Или валюта Да Про деньги Я честно говоря Не совсем Въехал Вот Я думаю так Глобально Глобально В общем смотри Я Думаю про Национальную идею Крымских татар То есть Ой Смотри Нет Ты сразу не пугайся Во-первых Ну понятно Что мы не те люди Которые могут Про это говорить Серьезно Да Но мы же часть его народа Часть Мы часть Как мы понимаем Как мы ее понимаем Как мы ее понимаем Ставить свои пять копеек Почему пять Десять рублей Не смотри Я думаю так Если мы являемся Частью этого народа Значит у нас есть мнение На это Понимаешь У нас Вон там на деревяшку В конце У нас Понимаешь У нас должно быть Какое-то мнение Ну у вас Вы В чем видите Вы Развитие Или Дальнейший путь Для нашего народа Каким он должен быть По вашему мнению Куда нужно делать Ухлаж Я думаю Что проблема Номер один Сейчас Нашего народа В том Что многие Не задумываются Над этой проблемой То есть Вот это вот Подвальное Туннельное Мышление И зрение Когда человек Занят бытовыми Типа для них Проблемы нет Я что думаю Я думаю Что проблема Крымский ртар Сегодня Да В чем В том Что люди Не задумываются О том В чем Что есть проблема Да Что она вообще Есть Эта проблема Но она же По факту Есть Мы просто Понимаешь Ну можем Только шапочно Говорить Что вот Есть проблема Языка Есть проблема Религии Есть проблема Традиции Мы даже Про традиции Начинаем Говорить Кто-то Говорит Что Дуа Мне вообще Не надо Делать Это Такого Нет Други Говорят Надо Делать Ну это Наша Детка Дуа Лар Какие-то Моменты То есть у нас уже На таком уровне Возникают вопросы Ну я думаю Что про язык Все согласны Про территорию То есть многие Уехали из Крыма Вот эта же проблема Она же есть Есть Крымский татарин Который уехал Из Крыма Вот ты как считаешь Что Куда Типа Типа Должна ли мучить Его совесть Или нет Да Или Люди Понятное дело Что они Что они Исходят Из своего положения Понятно Что человек Который выехал Из Крыма У него есть Для этого Причина Остался ли он Вообще В обоими Как наше Какое-то Достояние Конечно Если Если В семье Вот в этой семье Не говорили Про то Что Крым Это Ну это Просто Дальше Нет земли Если Это никогда Не обсуждалось Может быть Это Людям Позволяет Срываться С места И уезжать Да Так и есть Когда У родителей Говорят Более широко Вот я Среди моих Знакомых Тех Кто Эмигрировали Не знаю Вечно Ли С концами Ли Родители Очень Образованные Вот И чувство Патриотизма У их детей Уехавших Оно Возросло Многократно После Отделения От родины Вот Возросло И я Сначала Видя в инстаграме Истории Вот я не знаю Я не могу Как бы Заглядывать в будущее Опять таки Я посмотрю на исторические Примеры Что Когда-то Да и что-то Возможное Будет Главное Понимать От кого ты Произошел Например Да Если ты Ребенок Эмигранта И что Там Частичка Тебя Твоих Корней Вот эти Дети Эмигрантов Которые В Италии В Турции 5 миллионов Думаешь Они Хотят В Крым Сейчас Наверное Нет А когда-нибудь Они хотели Они уже Никогда Не Понимаешь Вот смотри Я в Турции Не был Ни разу Поэтому Не буду Говорить Как Человек А они Не нужны Все Пускай Среди Этих Ста Тысяч Или Миллионы Мигрантов Будет 5% Сознательных Хотя бы 5% Которые Которые Свою пользу Принесут Но Говоря О том Что Все Кто Уехали Они Пропащие И они Не наши Ты И эти 5% Можешь Оскорбить И Отдалить Ну Не то Что Обидятся Да Ну Они Не будут Ассоциировать С тем Народом Вечно Обиженным Вечно Показывающим Пальцем На всех Они Возможно Там Немножко Другие Уже Стали Они Что-то Сохранили Наше Они Там Да И что-то Берли Новое Пускай Берут Новое Почему бы И нет Знаешь Тимур Правильно Спросил Про Новое Поколение Детей И внуков Потому Что Внуки Уже По Наблюдениям У нас Многие Там Работают Наши Крымские Татары Работают В Турции В том Числе И в Семьях Иммигрантов Крымских И там Внуки Уже Говорят Полностью На турецком И они Вообще Не понимают Что такое Крым И что Это Как Если Их Родители Еще Говорят Ой Быст Там Харасобазардан Бахшардан То есть Если Они Что-то Ничего Понимаешь То есть Я свое время Сейчас скажу Мы с намангану Что Где Куда Понимаешь С наманган Если брать Локальные Примеры Мен Ускутляем Человек Горит Который Не смог Вернуться В Ускут Условно Да И Он Ускутля А мы Сейчас Для Нас Я Я Считаю Что Мен Тамар Лар Мар Паттан Имею Ли Я Право Это Говорить Если Я Не Живу В Арпаде Имею Так А Арпадские Когда Я Приезжаю Туда Они Мне В лицо Улыбаются И говорят Брат Вот мы Арпаттан Честно Это Ты Ты Приди Поживи И так же Мы Говорим О Крымских Татарах Которые Ассоциируют С Крымом А их Много Там В Турции Все Мы Мы Не Имеем Права Говорить Нет Ты Не Храм Если Ты Здесь Не Живешь Мы Вообще Так Не Говорим Мы Говорим О Тенденции Что Их Дети Уже Они Уже Даже Этого Не Знают Понимаешь То Есть Если Их Родители Говорят Что Мы Из Бахсисарая Конечно Они Имеют Право Они По Факту Являются Крымскими Татарами Потомками Но Их Дети Уже Это Не Наследуют Понимаешь Они Уже Практически Турки Становятся Генетически Конечно Они Крымские Татары В Какой-то Доле Но Фактически Они Уже Турки Становятся Я Просто Честно Скажу Я Не Общался С Детьми С Детьми С Новыми Поколениями Крымских Татар Там Да Вот Потомков Ну У меня Есть Коя Информация Из этих Дернеков Наши Режиссер Люди Работают Они В этих Семьях И живут В том числе И Ситуация Такая Что Понимаешь Как по мне Человек Который Выехал Из Крыма Вот 200 лет Назад Да 200 лет Но Он же И сейчас Не вернулся И навряд Он Когда-нибудь Вернется То есть Понимаешь Если Мы Допустим Прошло 70 лет Мы Вернулись Крым Наши Родители Вернулись Крым Это Вот Ты можешь Задуматься Если Допустим На 50 лет Мы Еще Узбекистанем Оставились Вот Мы Уже Вернулись В Крыму И Вот Я Все Равно Я За То Чтобы Жить Всегда С Надеждой На Хорошее Пускай Я Этого Не увижу Не стану Свидетелен Но Если Есть В истории Примеры После Долгих Скитаний Народ Вернувшийся Возродившийся Есть Хотя Бо Один Но Он Есть Для Меня Ну Вот Я Уже Говорил Сегодня О Израиле Условно Да Ну Возможно И у нас Так Получится Когда Нибудь Да Ну Вот Я На Это Я Живу Только С Надеждой Они Возвращали Этнических Евреев Собирались То есть Они Дали Право Людям Которые Доказывают Что Они Являясь Евреями Они Дали Право Вернуться Получить Гражданство То есть Они Способствовали Ну 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 Суть Ясна Суть Во что Я верю И на что Я надеюсь Это Почему Ну Если Во всем Постсоветском Пространстве Есть люди Определенной Кривой Которые Не против Поехать В Израиль Чтобы их Там Признали Ну Есть В этом Определенная Выгода Так А это Они Тоже Не сразу К этому Пришли Ведь Вряд ли Сто лет Назад Туда Кто-то Хотел Попасть Израиля Не было Ну Да Его Во-первых И не было Как и крымского Государства Крымско-татарского Его нет Сейчас Ну Давайте Заглянем Может Будущее Возможно Будет Такое Время Когда люди Захотят Приехать Сюда И доказать Своего Родословия Заглянем Интересно Мысль Сказал Это Может Быть Связано Со Спящим Языком Который У нас Есть То есть Конкретно У меня Если Сейчас Мы Начнем Говорить По-татарски По-крымскому То есть Я Быстро Солюсь Потому Что У меня Нет Мы Виноваты Нет Я Шучу Давайте Мы Полегче Выберем Я Сейчас Сахар Закину То есть Получается Что Как будто Бы Язык Находится Спящим Положением И Значит Диаспора Тоже Спящим Положением Находится Условно Ну Да И Это Хорошая Мысль Что Достаточно Будет Не Всех Чтобы Было Что То Какое Изменение Было Думаю Да Потому Что Большую Причин Сохранить Это Потому Что Когда Мы Имеем По факту Соседи Там Через Дом Крым Святар Мы Живем В этом Обществе Мы Не Ценим Этого А Люди Которые Живут В другом Мире Для Них Просто Речь Вот Как Мне Один Человек Сказал Он Когда Поксисарай В автобусе Проехался И Услышал Что Говорят По-татарски У него Шок Был А Для Нас Четверка Это Наш Районский Автобус Понимаешь О чем Речь То То же Самое Как В Узбекистане Мы Сохранились Лучше Нежели На Родине Уже После Этого Да Все Здесь Нормально Я Не Что Вы Слишком Пессимистично Как На Наши Проблемы Смотрите Они Есть Но Не Так Что Все Завтра Нас Не Станет Да Хай Согласитесь Что В Узбекистане Вот Эта Именно Штука Когда Мы Уехали И Нам Нужно Сохраниться Она Работала Лучше А Мне Кажется Вот Те Люди Которые Эмигрировали Они Спасали Не Только Свои Условно Горя Загармас Задницы Они Возможно И У них Стал Выбор Христианизация Восификация Либо Туркизация Американизация Вот Куда Уехали Да Экономизация Одном Ближе А Какая Озация Да Вот Разные Причины Были На самом Деле Все Было Так Интересно Устроено Что Было Много Волн Иммиграции То Есть Одни Уезжали Чтобы Сохранить Сух Жизнь Капитал Кто Другие Капитал Другие Там Допустим Когда Начали В армию Призывать Крымские Татары Которые Возрежались Армии Они Неузнаваемость И от Этого Тоже Люди Убегали То Есть Ну И Опять Такие Вот Некоторые Знаете Мне Очень Не Нравится Когда Люди В Своих Бедах Обвиняют Кого-то Со стороны Мы Сами Себя До Этого Состоян Довели И У Меня Одна Надежда На То Что Мы Достигли Дна И Оттуда Надеюсь Все Уже Достучались И Хватило Вот Я Стучали Потому Что Вот Больше Трагедии Вроде Как Чем 44 Что Вообще Стерли С лица Крыма Земли Нас Не Физических Ну Физически Ну Тут Уже Хуже Только Поголовный Геноцид Ну Такого Наверное Сейчас Уже Не Будет Иншалла В этом Мире Вот Надеюсь Что Дальше Должно Быть Лучше Ну Как То Где-то Я Когда-то Прочитал Такую Мысль О том Что Миром Как Качеля Качнуться Сюда Кто-то Наверху Ты Толкаешь Да Про колесо Качеля Про спираль Там Я не знаю Про эволюцию Революцию И так далее Я думаю У меня надежда Честно То что Мне дает силы Каждый раз Когда я Вдруг Задумаюсь О том Вообще К чему Зачем Это все Каждый раз Когда я задаюсь Этот вопрос Дает силу То что Наверное Все-таки Уже Уже Да Уже Самое Плохое Наверное Прошло Просто Надо Не потерять То что Удалось Сохранить Нашим Бабашкам Дедешкам Да Да Шкура Шкура Это моя Девиз А так У меня Жизнь Знаешь Мой Металл Железо Если Если В положительном Ключе Вообще Смотреть Оптимистично В принципе Я тоже Оптимистично Я вообще Сам по себе Оптимист Просто Я Слышу Вокруг Вот эту Панику Которая Есть Язык Мы там Ну смотри Давай По свадьбам Посмотрим Тема Которая Нам Всем Понятно Давайте Свадьба Это Крымско Татарский Мир В миниатюре Как Горел Олекс Гайворонский Кстати Вот Смотри Ну Лучше Ставим Ставим Становится Лучше Лучше В плане Лучше Подхода Да Если Взять Свадьбы Которые Были Десять Лет Назад Ну 15 Давай так 15 Я не застал Я был маленьким Тогда Мне было лет Сколько 15 Но это Я Ну я Немножко Был Ну Я помню Уточните В каком Плане Лучше Лучше Смотри Я скажу Так Вот Был такой Период Когда Кстати Это хороший Вопрос Когда Котекс С той Это Не той Знаете Такое У тебя Был Такой На свадьбе В В Моей Практике Работа Ведущей Я снимал Столько Свадеб И мне Ни разу Не дрались На свадьбе И меня же Как-то Обидно Вы Десять лет Снимаете Да Но это Чуть Раньше Было Девяностое Восьмидесятые Семидесятые Восьмидесятые Девяностое Это Котекс С той Это Не той Ну да Плюс Я Даже Сейчас Котекс Челерны Которые Между Собой Котекс Ли Я О плюсах Вот Таких Которые Видны Явные Котекс Йог Нет Людей Безмерно Пьющих Безбожно Или Они Они Пьют Культурно Более Культурно И вот Честно Я Ну мне Так Я не могу Не замечать Просто Всех Всех Плохих Подряд А когда Замечаю Я Если Не можешь Побороть Примкни К этой Толпе Вот Я Ну потому Что Выпивают Более Как-то Что-ли Культурно Я не знаю Что Сдерживает Общение Другое Отношение Другое Стиль Одежда Во всех Отношениях Ну Видна Какое-то Какое-то Движение Вперед Вот эти Вот Хнаги Джесе Это же Наши Традиции Да И Люди Которые Возрождают Ну это Что же Бюджет Это же Деньги Это Отдельный Съемочный Это же Инстаграм Это Инстаграм Это То есть Ну смотри То есть С одной стороны Желание Выпендриться Давайте Вот честно Да Да Пожалуйста Инстаграм Желание Выпендриться Ну да Курс Ну когда Когда У тебя Ну Сёска Сын А у тебя Кран Работает В зале Ну это Выпендриться Согласитесь Кран Съемочный А А А А А Я сразу Скажу Ну это Это Про Выпендриться Из С одной С одной Страны Желание Выпендриться Аккуратно Такого Назовем Чтобы никто Не обиделся Да С другой Стороны Это Ж Это Движение Ну получается Возрождает Наши Обычаи В том числе Какие-то Я не говорю Сейчас про все То есть Там Какие-то Нишаны Подход Движение Вот самое Главное Там Вот это хотя бы немножко, чтобы там было души в этом всем событии. Лампово хотя бы постараться где-то пошутить, где-то сказать, а что вы такие напряженные. Я даже на таких пафосных свадьбах, где все так вот по ниточке, по иголочке красиво и с дублированием на русский язык. Я по мере продвижения по вечеру стараюсь все-таки людям где-то намекнуть сказать, что-то мы здесь слишком накрутили себе где-то. И я если вижу хотя бы двоих-троих людей, которые одобрительно, ну честно говоря, да. И я вот уже с ними немножко на одной волне и сюда. Ладно, если вы хотите так, окей, пускай так будет. Ну, а по поводу вот, Тимур, ты недавно записал видео о том, что люди берут наши крымские татары на последние деньги. Ну, посыл был, могут сыграть свадьбу. Могут, да. Иногда бывают. Это очень редко, честно скажу. Да, согласен. Я не говорю, что это всегда. Стоп, подожди. А, в инсте был комментарий Тимура, очень такой противоречивый о том, что... Ну, ты сказал, что плохой пример. Я думал, ты смотрел. А он еще не смотрел. Он назвал меня плохим примером, не смотря. А я сейчас буквально вспомнил. Такая жизнь. То есть, ты сказал, что наши крымские татары делают на последние годы? Бывает, да. Я не так сказал. Можем посмотреть, для того, чтобы понять? Нет, ну, это люди могут зайти к тебе и посмотреть. Ты сам скажешь. Нет, я сейчас не для людей говорю. То есть... Ты сам скажешь, ты помнишь, что ты здесь говорил? Самые адовые примеры. Я сказал, что сейчас, что очень такие... Давай сейчас текст вспомним. Вспоминай. Что играют иногда очень такие... Свадьбы пафосные бывают. И бывает так, что люди относятся к дню, одному дню свадьбы... Да, это правильно. С большей ответственностью, нежели к семейной жизни. То есть, они этот день планируют, а дальше не все... Бывают разводы, ты сказал, да? Бывают разводы, да. Подождите, так как вы оба неженаты, я вам скажу, что семейная жизнь – это как деление урана. Понимаете? Это неконтролируемый процесс. То есть, ты не можешь спланировать то, что ты не знаешь. Понимаешь? Никто не спорит. Ну, так вот я тебе это и говорю. Передаем привет супруге Дилевера и Фенда. Нормально описал. Ты можешь спланировать свой свадебный день в деталях, но свою жизнь семейную ты никак не спланируешь. Дело не в этом. Дело в том, что... А почему я тогда? Нет, мы же про видео говорили. То есть, бывает, что люди могут взять кредит и потом очень долго его расплачиваться, что очень плохо влияет на семейную жизнь. И бывает, что они еще за кредит не рассчитались, за видео не рассчитались и развелись. Конечно. Бывает. Был так. Конечно, это жизнь. Но это не... Не закономерность. Не закономерность, да. Это исключение, скорее. Я так и сказал, что бывает так. То есть, ты не собираешься взять свадьбу? Да, я лучше не сделаю, наверное. И так много. А какую ты вот свадьбу себе планируешь? Вот ты видел много свадьб. Я профессионал. Какую бы ты себе хотел свадьбу? Я хочу свадьбу в районе... Сразу о количестве гостей, наверное, скажем. Какие вещи... Вот из опыта свадьба с количеством гостей больше 200, она проходит немножко сложнее. Золотая середина для крымско-татарских свадеб, да, 150. Фу, сейчас оттуда помяну. 150? Да, как мне кажется. То есть, близкие родственники. Ты должен быть готов, чтобы половина родственников с тобой перестанут общаться и здороваться? Нет. Ты выходишь из этого положения очень легко. Ты проводишь свадьбу, ты делаешь дуа, приглашаешь туда... 300 человек. Приглашаешь туда... Приглашаешь туда те 50-100 человек, которых ты не будешь звать на свадьбу. Ты радуешься вместе с ними, читаешь дуа, сауна. Но на свадьбе... Но дым они не уйдет. Ну да, условно говоря, да, дым они не увидят. Так они его не увидят даже в случае прихода на свадьбу, да, это те люди, которые плохо видят, плохо слышат. Слышат. Ну зачем им эта свадьба? Артанашки, биташки. Да, условно говоря. Им, наверное, даже приятнее будет посидеть в теплом кругу без шумящей гудящей музыки. У тебя друзей только будет 50-60-100 человек. Вариант решения проблемы. Зал вмещает, дорогие дамы и господа, 150 посадочных мест. Остальные все были заняты в гран-хаяте. Кстати, идеи. Много, много. Да. И все. Я думаю, никто... Да все к этому с пониманием отнесутся. Слушай, ну сейчас уже спокойно. Никто. Я никогда не обижусь, если меня кто-то не пригласит на свадьбу. Это раз. Ну, если близкий, он сам поймет, что я обижусь. А если даже, даже если это будет, я не знаю. Может быть, я чуть по-другому смотрю. Я на свадьбах каждый день, да? Для крымских татар свадьба – это бал, это светский раут, наверное, выйти. Потому что сейчас показать платье, одеть белую рубашку, вариантов немного. Похода вот в таком одеянии. Ты просто сильно удивишься, что среди людей, которые не относятся к свадьбам, поход на свадьбу – это прям событие. Я это не понимаю в силу своей травмы. То есть я это не понимаю. И ты этого не понимаешь. То есть такого трепетного к этому отношения. А люди в основном, кто не относится к свадебному бизнесу, они к этому как-то… Знаете, а я вот вижу по свадьбам некоторым. Да, есть свадьбы с количеством гостей около 300 и больше. Они проходят замечательно. Все люди довольны, все радуются. Они знали, на что они шли, пришли, радуются. Но бывает так, что больше половины свадеб с таким количеством гостей, они проходят немножко колоболок, уныловато. И люди пришли туда для того, что это надо было. И это видно в их лицах, это читается. Вы лучше зовите людей, которые придут веселиться и хотят прийти. Может быть, вы как-то спросите, я не знаю, я обращаюсь, как-то узнаете, как-то проанализируете, стоит ли это, хочет ли этот человек сам. Я не знаю, как это угадать и как это понять. Ну, это сложно. Бывает так, люди приглашают для приличия, и люди приходят для приличия. Ну, слушай, есть такое понятие, как позвать нужного гостя. Это обязательно. Нет, нет, нет. Нужный гость – это человек, который гарантированно нормально подарит. Да, 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 да. Есть, наверное. Ты нам столкнешься? Когда? Отмешал. Нет, ну это же есть. Я это слышал. Я это слышал от своих друзей. Его нужно пригласить. Надо пригласить, он 100 евро положит. Тимур, пожалуйста, что ты отложишь для этого дня? Для рук маневрами. Смотри, я знаешь, что думаю, что проблема с гостями, как бы она есть. И люди реально ходят как на работу, ну, многие. Просто, понимаешь, если сформировался определенный круг, это уже как обязанность. Ты не можешь не пойти, тебя не могут не позвать. Может быть, поэтому свадьба превращается вот это вот отсидение. Знаешь, когда люди в 10 часов начинают уходить. Вот ты замечал? Да, да. Я знаю, что я думаю, что сейчас каждый, каждый крымский татарин, независимо от того, в 20 лет, 50 лет или 35 лет, имеет право на свое мнение. Если его мнение не может быть услышано, потому что он молодой, то это уже в корне неправильно. Это мое мнение. Потому что иногда бывает, вот слушаешь, да, вот человеку, у него седые волосы, да, он вот, казалось бы, да, но иногда такое скажет, ты думаешь, ну, хоть стой, хоть падай. А бывает так, что ты разговариваешь с подростком, да, там, 16-летним, а он настолько в теме, вот я знаю молодых ребят, которые сейчас собирают наши предметы быта старых, пишут какие-то книги, понимаешь, собирают статьи, то есть интересуются. И что ты хочешь сказать, что ты его не будешь слушать, да он знает в 100 раз больше, чем ты, ну, я, условный какого-нибудь Ак-Сахау, который сидит, да, и все должны его слушать. Просто мы путаем. Раньше это было так. Сидел, ну, Ак-Сахау, старший, у которого был опыт жизненный, он говорил Балар, вот так, вот так. Просто раньше, да. Он передавал, а дед какой-то, да, он какую-то мудрость передавал. Сейчас, когда ориентирую у всех сбитый, когда поздно подросток растет, и он думает, что что-то не так, что-то сломалось, это в том числе и наша депортация наша, и это то, что мы жили в определенном режиме, да, столько народов жил в этом советском режиме, то есть, по сути, люди стали уже советскими, это по-любому повлияло на них. И получается, что и ориентиры тоже начали сбиваться. А если у взрослого человека сбитый ориентир, и он говорит те вещи, которые, ну, не бьются с твоим пониманием жизни, ну, это же не означает, что нужно его слушать и слепо делать, как он говорит. Это работает и туда, и сюда. Поэтому мы здесь собрались для того, чтобы высказать свое мнение. А люди, которые это посмотрят, они подумают, оно совпадает с их мнением, или уже у них есть свое мнение. Если ты никогда в жизни не считал, для тебя 2 плюс 2 будет сложным. Если ты задумываешься об этом и реально об этом думаешь, да, я думаю, что эта тема, она упрощается. То есть, ты как-то, знаешь, ты как будто бы варишься в этой теме. Потом вы 4 и 4. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, условно, да? Если, допустим, вот я когда тебе помнишь сказал про национальную идею, как ты растерялся? Ты говоришь, а я вообще, ну, как, куда, ну, кто я и что, где? Да, да. Где жучок? А я с этим не согласен, потому что ты завтра будешь отцом, иншалад. У тебя будут дети, и они у тебя будут спрашивать что-то. Она у меня настолько, я растерялся, потому что она у меня, возможно, на мой взгляд, я думаю, может, она покажется очень простой, это национальный, банальный. Это плохо? Ну, я не знаю. Ну, если простая вещь, которая работает тысячелетиями. Я знаете, сейчас у меня национальная идея, я даже на свадьбах где-то стараюсь это применять. Многие, кстати говоря, о количестве гостей на свадьбе, о том, что нас так много, я пытаюсь это как-то все тоже донести до людей, почему так происходит. И вот буквально три дня, четыре дня назад была свадьба. Я вот вышел к людям с таким вопросом, давайте мы поймем, почему нас так много собирается, в отличие от других. Прямо в зале вышел? Да, да, да. Кто-то, кто-то жалуется на то, что кто-то, есть люди, которые жалуются, что много народу, аликет, ничего не понятно, ничего не душевное, не так, я их не знаю, этих не знаю, того не знаю, зачем они нужны и так далее. И я попросил, я говорю, вот в зале есть молодые пары, есть мужья, жены, у вас наверняка есть дети в семье, поднимите, пожалуйста, руки те, у кого в семье минимум по одному ребенку. Ну, люди, как всегда, неохотно исполняют просьбы какие-то, там, трое, трое, понятно, что все должны были поднять. Ну, по мере продвижения мы уже индрию какую-то создали, у кого минимум по два. Вот, тут уже тик-тик-тик руки. Тут люди как-то по заинтригованию. Ну, два, я два, да. Те, у кого восемь сидят. Я чуть получше, да. Три, четыре, пять, дошли до родителей, у кого в семье по пять пар, ну, по пять детей. Вышло три пары. Молодые, позитивные самые, самые такие вот легкие на подъем. Мы там с ними шутили, я начал с ними знакомиться, спросил, помнят ли они имена всех детей, да, у родителей, у отцов. Что проблем нет. Да, какой самый вредный, какой самый, там, да, помощник первый, да, об этом и в этот момент, я еще не успел дознакомиться со всеми тремя парами, сзади вышла женщина, скромная, маленькая, хрупкая, крымско-затарская женщина, блондинка, и вот стоит так, что-то там помахивает, я говорю, башла, что там, с деда бешбала, и она так, а ей до сорока, наверное, лет, она еда. Это реальный случай из жизни со свадьбой. У нас 10 есть. Есть, наверное, да. Наверное, есть. Да, и мы давай залом отца, ее. Так получилось, что на свадьбе мы не, это был какой-то экспромт, не было подарка, но я как-то пытался съехать на то, что сейчас такие условия, санитайзеры везде, коронавирус, и я взял со стола жениха и невесты две бутылки шампанского и скажу, что вы достойны того, чтобы использовать самый дорогой антисептик для рук. Вот он для вас. Ни в коем случае не пить, потому что, ну, у вас много детей и все, да. Они посмеяются. Чтобы производство не нарушено. Да, чтобы не терялось качество продукции. Ну, это ты к чему? Я к тому, к чему, вот для меня национальная идея сейчас. Чего балаловы? Поднимать этих людей, рассказывать о них, что они нормальные, что у них все получается, и они позитивные. Я с ними пообщался, они рассказали. Но это не случайно, да, что около 5 детей, они все позитивные. Они позитивные, они добрые, они смотрят на жизнь с другой стороны. Обычно те, у кого один и два, ты непонятно, что будет в этом Дунье, ты понимаешь. Лучше одного образования дам. Я сам не знаю, сколько Аллах Багашлар и с котом вообще баром. Ну, ты как планируешь это? Я мечтаю о том, чтобы побольше. Ты тебе бережек или будешь как-то планочку ставить? Какую? Для себя? Да. Минимум три и все. Нет, все, нет, не будет. Вот явно, а там. Аллах Берсия, да? Зачем говорить о чем-то, чего еще нет. Нет, Миншалла. Ну, я хочу, хочу, Миншалла много. Хочется. Хочется. Не для того, чтобы оставить побольше своих семян везде, там, в России, по всему миру. Нет. И для этого тоже. И для этого тоже. Это, наверное, природа. Не, ну, слушай, ну, ты можешь много чего говорить, но ты устроен так, чтобы дать потом. И это вне зависимости от национальности и вероисповедания. То есть, ты так запрограммировал. Инстинкт. А то, насколько, сколько должно быть детей, это уже разговоры в семье и наблюдательность. То есть, мне кажется, что все понимают, что должно быть много детей. Ну, это всем очевидно. Это всем понятно. Но это, об этом даже, честно, я даже боюсь об этом говорить, потому что вот это действительно национальная идея. Это, она, может быть, покажется кому-то, что плодить чобанов, плодить, ну, условно говоря, материал рабочий, строительный и так далее. Я говорю, лучше одного, вот они сделают и дадут образование, нежели пятерых. Вот это, это, это точка зрения тоже имеет право на существование. Да, я согласен, что люди, которые воспитывают одного ребенка, двоих, бывает, что там действительно дети очень и очень целеустремленные. А великаза борьба в талантинозах. Слушай, ну, это не пустой звон. Я объясню, почему. Вот смотри, вот у меня трое детей, и я на третьем ребенке начал задумываться, потому что уделить внимание всем детям очень сложно. То есть, ну, мы же говорим не просто про школу, мы говорим про какие-то кружки, про какую-то дополнительную нагрузку, про какое-то развитие общения. То есть, ну, это не пустой звон, вот насчет этих вот плодить чобанов. Знаешь, я это никогда не скажу, но когда я вижу семью, у которых много детей, у меня всегда вопрос. Тревога какая-то. А когда вы им уделяете внимание? И можете ли вы им уделить должное внимание? Потому что, ну, с детьми надо заниматься, чтобы это не было просто как газон, брошенный в землю. А ты считаешь, что сейчас мало внимания к детям? По-моему, сейчас гипервнимание. Я думаю, что абсолютное, абсолютное игнорирование ребенка на всех направлениях. То есть, людям, детям дают телефон, детям дают приставки. Ну, а как же эти детские комнаты разные? А они ничего не дают детям. А тут уже религия дает ответ, если есть верующие среди нас. Я, например, не так, чтобы пальцем махать, не что-то делать. Я считаю, что у каждого, наверное, своих смет. И, наверное, опять, если обращаться к истории, наверное, есть случаи, когда великие исторические личности, тоже росли в многодетных семьях. Наверное, такие есть. Да, ну, сто процентов. И, наверное, таких даже больше. Слушай, раньше это было, ну, понятно. Это так и всегда было. Но мы же говорим про сейчас. Сейчас общество стало чересчур конкурентное. Сейчас недостаточно просто быть нормальным пацаном. Сейчас ты, когда выходишь на международную арену, ты вдруг понимаешь, что там огромное количество суперталантливых ребят. детей. То есть, понимаешь, о чем я говорю? Конкурентность, она очень выросла. И когда ты просто, у тебя просто много детей, а потом ты понимаешь, что когда они выходят на международную биржу труда, да просто в Симферополе где-то устроятся. Когда ты понимаешь, что конкуренция возрастает, и она онлайн растет, онлайн работа, то есть навыки с работой. То есть, понимаешь, границы, они падают. И раньше, когда все жили вот так вот в одном дворе, в одном ауле, это было нормально, там 15 детей, там 13 занимаются виноградом выращивать, двое баран пасут, все устроены. Сейчас ребенку надо дать английский, надо дать какие-то навыки, надо что-то куда-то, надо с ним поговорить. Вот этого разговора, мне кажется, его сейчас очень мало с детьми. А раньше было много? Я думаю, раньше тоже было мало разговора. Подожди, ну моя история, это вообще отдельная история, я думаю, что у каждого так. Я думаю, что это даже, ну, это даже... Вы же говорили до этого про бабушек, когда мы росли у бабушек. А ты это помнишь, общение с бабушкой? Абсолютно. То есть, о чем вы говорите? Ты разговоры помнишь с бабушкой? Я помню, да. Она рассказывала мне очень много новых вещей. Вот когда что-то я спрашивал, вот вопрос там, а как вот это? Она, я помню, что она не просто там, ай, вот это там, отстань. То есть, мы садились, и это был разговор от и до. Как она себя это понимала, она вот этот весь расклад давала. Вот смотри, да, да. Но есть такой момент, что человек, который взрослый, у него, может быть, уже искаженная точка зрения, понимаешь? Ну да. На определенные вещи. Под определенным глибином. Условно говоря, смартфон появился 10 лет назад. Да? То есть, человек, который 20 лет назад жил, он был вообще в других условиях. Сейчас ребенку, ну мы сами с этим, я сам с этим сталкиваюсь. То есть, чтобы ребенка от него избавиться, ты даешь ему телефон. Вот, на. Чтобы у тебя появилось время посидеть в телефоне. Да? Ну, честным это им быть. То есть, если ты хочешь себе уделить внимание. У меня детей нету, я не могу ничего сказать. Я говорю про свой опыт, да? То есть, ты ребенку даешь телефон, ты знаешь, что это сработает. Все классно. И он там что-то смотрит в этом телефоне. Но разговора-то нету. А когда у тебя много детей, как с ними поговорить со всеми? Как дать? То есть, вот когда ты состоятельный человек, да, ты можешь всех устроить. Ну, для вербей. Вы хотите, наверное, вы хотите лучшего для своих детей. Ну, все хотят лучшего. Да, вы этого, ну. Я просто дискутирую на тему, вот, что было у нас много. Я с этим согласен. Я в это верю. Я в это верю. Количество оно как-то в качество перейдет. В любом случае, больших чисел, он работает. Переходит в количество. Закон больших чисел, он работает. Если у тебя есть 100 человек, вероятность того, что там будет талантливый человек, больше, чем если 10 человек. Это логично. Да. Все, с этим никто не спорит. Я просто говорю про то, что... Остальные 90 человек, да? Вот, понимаешь, ну, время, оно меняется. Остальные 90 будут как я, ты, как обычные люди. Нормально, да, свадьба есть. Ну, не обязательно же быть гуменом. Ну, пускай. Не, я не говорю, что это свадьба есть. Они живут, они, ну, кто-то может сказать, это существует, но я не скажу, что моя жизнь это существование, или твоя, или наша. Я не назову нас уникальными здесь, да? Ну, конечно. Хотя мы росли в семье, в которых три ребенка, там, у вас сколько было, двое. У нас двое. Мы не стали какими-то мега, ну, я не знаю, я не считаю, что я в жизни что-то такого прям сделал. Ну, смотри, мы в детстве крапиву палкой били, да? Да. А наши дети, там, условно говоря, блогеры не стали. Ну, разница все равно есть. Ну, я... Смотри, я знаешь, почему я думаю? Если ты говоришь про количество, ну, это же тоже национальная идея получается. Да. И она самая главная? Да. Одна из... А если вот сделать этот топ? Топ? Да. Ну, в нашем положении другого выхода, наверное, нет. Сначала количество. Наверное, да. Ну, слушай, ну, это звучит очень разумно, на самом деле. Ну, наверное. Потому что, ну, когда, условно говоря, какая-то беда, все одномоменты становятся крымскими татарами. Вот, мне кажется. Это хорошо. Это хорошо. То есть, те, кто вчера были, ну, вот, скажем так, летали, да, под облаками, и те, кто в подвале без света, они были на разных уровнях. Но когда беда, они все становятся крымскими татарами. То есть, это может сработать. Ну, беда, я не говорю, что прям буквально беда, да, а я имею в виду, что какая-то проблема, ну, то есть какое-то решение. И если крымскими татарами будет много, то значит, это может сработать положительно. И решить остальные вопросы с языком, да? Повлиять на это может? Да, повлиять на это. То есть, получается, что это... Основная национальная тема. Получается, что сидели. Наверное. Молодец. Нет, ну, слушай, ну, у меня, допустим, в моем топе не было этого пункта. Количество. Я вот, я его составил, ну, как-то, да? Причем, что с тем условием, что обязательно мы будем его дополнять. Потому что у каждого человека свое мнение, правильно? Вот я когда Тимуру сказал насчет вот этих вот моментов, да, национальная идея, это вообще что? Он сказал, что религия это номер один. Да. Да, тоже согласен. Ну, как? Ну, ты топ знаешь? Вообще мы... Топ, типа, номер один, номер два, номер... Нет, ну, тут, наверное, нет такого понятия. А, кстати, вот, большое количество детей в семье, оно как бы подтверждает то, что мой... Первый номер моего топа. Так, я думаю, оно все как-то вместе все идет. Религия ведь, она предусматривает... Чок балалок? Да, чок балалок есть. Абсолютно. Я почему говорю про этот топ вообще, да? А как, вы хотите... Вы, в общем, хотите номер один, услышать два и три и четыре? Конечно, конечно. Потому что... Религия ли номер один, да? Нет, смотри, вот смотри, вот у меня есть список, да, я вот записал. Значит, язык, культура, вера, территория, достаток, деньги, да, и обычаи. Вопрос. Религия, язык и обычаи, традиции не входят в культуру, в понятия? Смотри, культура это танцы, это музыка, это письменно. Традиции. Традиции, это другое, это кофе, это... Ну, а танцы наши, это не наши традиции? Смотри. Ну, я понял, нет, я понял, о чем ты говоришь. Я все-таки разделил эти понятия. Все, ты говоришь. Их можно объединить, но, понимаешь, есть люди, которые считают, что танцы, но это не очень. Не культура? Нет, да, есть такие люди. А ты-то у танцора спроси, он скажет, ну, это, наверное, топ, это номер один, без танцев мы никто. Сейчас мы живем в такое время, когда, знаете, даже говорить, что религия это топ, даже немножко аж самому внутри страшно становится. Куда это приведет и к чему? Зная, как на этом играют и как этим манипулируют в мире, да? Так всем же манипулируют. Ну, не надо бояться. Нет, бояться нет, может быть, просто... Я понимаю, в чем... Начать не с этого пока, ну, не с... А с чего? Вот складитесь и размножайтесь. Смотри, ну, значит... Так ты почти... Сейчас еще пару слов, это сура будет, какая-нибудь такая лезь. Смотри, мне кажется, что все равно у нас... Спросите у Диля Вера в его топе, что на первом месте. Топ, да, давайте. У меня язык на первом месте. Как это... Как бы это нелогично не звучало. Как бы это нелогично не звучало. Теперь вот у меня вопрос, Диля Веребей, можно я его задам? Да, вообще легко. Вот, у тебя дочь есть, да? Да, я его. Вот мы как бы не то, что переходим... Я не подготовился, у меня две дочки. Ух, Мария, нервничайся на этот. Сейчас не то, что переходим на личности, но вдруг, пример... Да, очень легко. Иншалат, твоя дочка будет там в возрасте, когда ты ее будешь уже выдавать замуж. Придут два парня, мы тоже как бы это гипотетически. Один будет знать крымско-татарский язык, но он не будет мусульманином. Ну, не знаю, кем-то другим, неважно. И вот... Ора. Да? Нет, просто не знает крымско-татарского языка. Но он не ора? Не обязательно ора. Крымский faith? Может быть, нет, но просто не знает. То есть он просто мусульманин. Да, просто мусульманин. До яваньского происхождения, безусловно. Не важно, мы сейчас говорим, он не знает язык, для тебя важный язык. Вот он не знает язык, но он мусульманин. Да. Вот будет человек, который идеально знает крымско-татарский язык но он будет там допустим гайворонский допускай условно ну смысле вы или саша горями горя можно и ты понимаешь что твои внуки будут немного другими да если этот выбор или если этот выбор какой-то будет вот смотри объясняю я считаю что дети которые у меня есть это самостоятельные личности стоп я договорю если она моя дочь в 20 25 выбор когда будет за тобой она скажет баба забирая не может как-то но ты просто уходишь от ответа но вы не ухожу от плана твое желание вот тебя допустим я договорю давай договорю хорошо вот смотри я ребенка воспитываю я с ним разговариваю я ему объясняю что что для нас важно по моему мнению но она же тоже человек да это я согласен ее будет свое мнение я теперь я не могу и сказать балам этот этот вопрос увел в другую к тому же объясняю как отец но я понял но теперь когда вот твой выбор какой будет если выбор у тебя вот мы до полу что выбору тебя отдать свою дочь за мусульманина либо за человека который я скажу баланс я скажу вот опять он набор еще мы еще этот нижнегорск не ездили там по-любому из крымский татарин который совершенстве горит на крымскому языке понимаешь ты мне выбора не дал как не да не вообще не дал вы просто сказал что вот язык важны до религия не так важно смотри я считаю я считаю что если я называю себя крымским татарином но я не знаю язык а мои дети и их дети будут говорить не на крымско-татарском и они в итоге станут кем-то другими я это считаю я считаю что если я на кайма кайма она примеру а так говорю йогурт да то у меня уже уносит в другую степь если я говорю май на масло просто не ответил на вопрос что для тебя важнее ты мне дал просто абсолютно полярное мнение с другой стороны ну да я тебе то есть дал выбор религия или что для тебя важнее очень такой маловероятный для меня важнее язык ты говоришь конечно но религия то есть неважно то есть а зачем ты важно обязательно исключать человек я не исключаю просто на свой выбор даешь но он просто говорит он же поставил то есть ты скажи что он по конченый наркоман приходит давай так не ожидал вот такая красиво же так ну по сути ты близко ты туда клонишь у человека нет и туда клоняй не туда клоняй ну почему как почему я туда приходит ангел но который не знаю я не говорю два человека один знающик но ты уже даешь окраска автору все не знает и знает все давай так без добавить и за что он же ставить себе в топе ислам и язык но тут нельзя топ делать тогда нельзя зло терять и какой-то религий красный проблема в том что я не говорю что нам нужно выбрать что-то одно я говорю что язык для тебе важней смотри 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 я думаю что вот ну не говорит он так я так не говорю а как не говорю все слава богу если ты так не говоришь то я уже доволен смотри вот если мы строим дом да вот если мы строим дом вот мы выбираем основу для дома да ну да да и смотри вот я знаю арабов который мусульмане но они плохие было не 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 но они барана разделывают по-своему а мы по-своему крымские татары так это же не мусульманский надо говорить что тебя мысль 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 смотрите в чем вот крымские татары почему крымские татары потому что мы сформировались на определенной территории в крым в крыму естественно естественно что ислам это наш стол до основа наша да да и вот на этой основе у нас возник язык да у нас есть территория у нас есть обычай то что нас отличает от других а когда я слышу что ислам он обезличивает всех и говорит что самое главное да смотри но хочу мало тогда мы смотрите вообще понятие национальная идея да и религия они надо их поделить религия это одно а национальная идея над нация но это другой совсем возможно но я просто услышал про топ и как бы вот высказал свое мнение смотри когда если этого вопроса нет все я как бы умножить исключительно вопрос религии вообще вообще если если я для не я слышу такое мнение что от некоторых до людей не от ученых о том что первичная религия да но в то же время я слышу от имамов знающих обладающих знанием о том что национальные условия особенности одеты и религия они это красота и и всего человечества разнообразие да и есть есть такие максималисты юноши которые наш немножко мешают все перемешивают и религию и говорят что нет часто вы наверно слышали момент я знаю религию все мне больше кроме этого ничего не надо я правильный человек я хорошо окей ты правильный человек но эти люди даже не задаются национальным вопросом у них этого понятия нет а у нас есть вместе с религией как бы если там аллах сметать все проблем нет наверное есть есть и у у каждого человека без греха человека нет в религии проблемы у каждого есть но это вообще ну я не знаю я религию это очень-очень я не тут тут нужно наверное какому-то ученому обратиться и посадить сюда еще какого-то теолога богослова который сможет правильно все преподнести и сказать насколько они противоречат друг другу это понять эти понятия или нет просто знаешь или знаешь почему тимур вот так вот отреагировал потому что он подумал что я убрал ислам куда-то я же его не убираю него все я просто я просто понимаешь смотри я ты же сказал вот у него так а у меня но слушай давайте давайте ислам он оба сон обособленно стоит он как бы основа есть у нас у нас снова наверное или или как или или все-таки что снова или язык но если мы сейчас скажем что для крымских татар ислам это первостепенная основа но мы же будем лукавить почему не знал у нас не все соблюдают в какой-то мере но что понять соблюдать также язык что тогда не основа вот нет вот и нам же нужно какой-то ну хотя бы какой-то диалог нам а может быть не надо что-то выше религия чего выше должна быть все таки ну мне так кажется я не можно что вы просто убрать из этого да 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 и сказать ну мы подразумеваем что он станет констант все согласны согласны тогда тогда национальная идея топ тогда религию мы подразумеваем как основу да она она везде присутствует она и в языке и в я с этим скультуре и в традициях все должно соответствовать канонам и законам религию на всех этих пунктов не противоречит не подразумеваем и подразумевая ислам да то что это наши железобетонные основания чем стоит дом вот это подразумевая я считаю что язык он важен и в моем топе он на самом верхнем месте хотя ты говоришь про то что должно быть много детей и это тоже тоже то это тоже важно и территория но она тоже важно если я сижу где-нибудь в уганде но какой с меня толк что я крымский за динамира алимова что я пишу там какие-то посты кому толку от этого есть знаешь я предлагаю на этой теме на этой ноте мы закрываем эту тему ну кстати давайте поставим три точки да не но это не троеточим и на самом деле к большому выводу пришли что мы ислам подразумеваем как основу железа бетона да да то есть и все мы его ни с кем не сравниваем вот он видишь как сразу напрягся я должен быть как этот и очень спокойно и вот так должен ходить с пальцем палец это не показать все этот соус за все покушение да еще наверное сейчас курсе еще один кофе и расходимся в общем подытоживая чтобы вы хоть я я я бы хотел вот что сказать основа это наша вера в бога да а а национальные идеи и то что нас приведет к нашему светлому будущему это знание языка да это продолжение рода и деньги и деньги да давайте же богата вот крымско-татарская национальная валюта как бы называлась нам нужно привыкать потому что богатство это нормально это но не зазорно да вообще напрягаешься насчет матери в общении ну то есть не меня напрягает что мне напрягаться надо иногда из-за этого напрягать что это кого-то может быть напрягает да нет еще кто-то в богатстве я все не от кого-то кто на тебя смотрим как то из коса конечно не все мы за все на все мы же нормально теперь говорит материмся курим ругаемся матом как это невзоров говорит смотрите да я всегда ну молодец пьем ковешку